Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 92. Мы насчитываем Новый Завет. Вот. Трехтомник. Это наше издание. С толкованием блаженного филакта и с комментариями. Теперь будем показывать перед каждым роликом. Вот как это-то выглядит. Это впервые за 2000 лет вышло полное толкование вместе с откровением по всем святым отцам. И здесь же лучший иллюстратор Библии, Гюстав Даре, раскрашенный нами. 230 иллюстраций и 10. Это Гюстава Даре и 10. На комментарии взятые из классики. С закладками и прочее. То есть мы развезли, дарили, когда было. Теперь остались остатку коммунального. Совсем немного осталось на продажу. Итак, считает Никита Колесников. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Толкование блаженного филакта. То есть будь внимателен к самому себе, и других учи. Тот, кто питает себя словами учения, прежде сам извлекает пользу, потому что, уча других, он и себя приводит в умиление. Первое Тимофея, 5.1. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Младших, как братьев». Толкование. «Не о том говорит апостол, кто имеет в церкви звание пресвитерское, а о всяком престарелом человеке. А если он имеет нужду в исправлении, в таком случае, говорит, ты поступай с ним, как с отцом». Первое Тимофея, 5.2. «Старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой толкования. Так как обличение тяжело переносится, особенно, когда молодой человек обличает старого, тогда оно становится втройне безрассудным». «Поэтому, говорит, ты смягчай его кротостью. Молодых, как сестер, так как этот возраст отличается большой смелостью и не переносит обличений, поэтому, говорит, должно смягчать их снисходительностью со всякой чистотой. Так как беседы с молодыми женщинами порождают подозрения, а между тем епископ должен беседовать и с ними, то ты, говорит, должен не только остерегаться греховного соединения, но не должен подавать и никакого повода к подозрению. Апостол заповедует это Тимофею не ради него, а ради нас, последующих епископов, чтобы мы остерегались подозрений». 1 Тимофея 5.3 «Вдовиц, почитай, истинных вдовиц, толкование. Почему ничего не говорит о девах? Может быть, потому, что тогда еще не было их там? Почитать же вдовиц он повелевает, потому что они не имеют мужей, которые бы заступались за них. А самое состояние их казалось зазорным и достойны порицания. Поэтому они должны пользоваться у священника большим уважением и больше всего потому, что они достойны этого, как истинные вдовицы». А какие это вдовицы? Увидишь дальше. Следовательно, можно не иметь мужа и еще не быть вдовой. Выражение «почитай» стоит вместо «будь к ним милосерден и доставляй им потребное». 1 Тимофей 5.4 «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Толкование. То есть, доучатся дети и внучата почитать свою мать, доставляя ей покой и содержание. Ибо благочестиво относиться здесь означает покоить мать или бабку на старости лет. Лет. Достоинство. Родители есть божественное достоинство. Так что покоить их значит быть благочестивым. И напротив, не покоить их на старости есть нечестие. Воздать родителям, то есть матери или бабке. Обрати внимание на благоразумие Павла. «Как он трогает добрые чувства, именно чувства воздаяния родителям за их воспитание и возвращение. К этому он прибавляет и основание, ибо сие угодно Богу». 1 Тимофея 5.5 «Истинная вдовица и одинокая надеются на Бога и пребывают в молениях и молитвах день и ночь». Толкование. Сказав «Выше, почитай тех вдовиц, которые суть истинной вдовицы, а не тех, которые не истинные, то есть у которых есть кому заботиться о них». Теперь он говорит, кто есть истинная вдовица. Та, говорит, которая никого не имеет, как бы, кто бы о ней пекся, не имеет ни сына, ни внука, и на Бога возложила все упование. Вот о какой следует иметь попечение, вот о какой милосердовать, доставляя ей все потребное. И справедливо, ибо не имея никого другого, она прибегает к Богу. Так как, вероятно, они печалились вследствие того, что совершенно не имели покровителей, то апостол утешает их тем, что взамен всего они имеют Бога. Если имеет награду та, которая воспитывает своих детей, то не умолено, и твое достоинство тем, что ты не имеешь детей. 1 Тимофей 5.6 А сластолюбивая заживо умерла. Толкование. Так как многие женщины избирают вдовство для того, чтобы с большей независимостью делать приятное себе, то он говорит, сластолюбивая женщина, хотя она, по видимости, и живет этой чувственной жизнью, по духу же умерла. Но если женщине непозволительно предаваться наслаждениям, где во всяком случае природа и возраст часто оказываются немощными, то что скажет сластолюбивый мужчина? 1 Тимофей 5.7 И сие внушай им, чтобы были беспорочны. Толкование. Видишь, что он желает, чтобы это было законом. Не на произвол оставляет, поблажать утехом или нет, но запрещает это как грех. Ибо такое значение имеет слово внушай. Оно стоит вместо со всей строгостью запрещай дерзать на это. 1 Тимофей 5.8 Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Толкование. Сластолюбивая женщина говорит, потому уже умерла и погибла, что всю заботу употребляет на себя. Между тем, должно заботиться о своих, то есть верных и особенно о домашних, то есть принадлежащих к роду. Разумеет, всякую заботу и о душе, и о теле. Тот отрекся от веры. Почему? Потому что дела его такие не суть дела верующего. Если бы он веровал Бога, то слушался бы слов его. От единокровного своего не укрывайся. Исаии 58.7 Говорят, что они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Титу 1.16 И хуже неверного. Потому что последний, если и презирает чужих, то по крайней мере не презирает близких себе, конечно, побуждаемый природой. А он нарушает и закон Божий, и закон природы. И поступает несправедливо. Кто же поверит, что такой человек может быть милостивым к чужим? А если он действительно милостив к чужим, то не тщеславее ли это? По размысли. Если хуже неверного тот, кто не заботится о домашних, то куда перечислить того, кто убежает своих? Ведь всякому для спасения недостаточно своей собственной добродетели. если он сам будущий добродетелен, не учит и не убеждает быть таковыми своих родственников. 1 Тимофей 5.9 Вдовица должна быть избираемая не менее как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа. Толкование. Так как высший апостол сказал, что сластолюбивая женщина и не заботящаяся о своих домашних недостойна быть в числе вдов, то теперь он учит нас, что она должна иметь. На первом месте апостол ставит определенные ее лета, а причину этого указывает после. Впрочем, он не просто за один возраст одобряет шестидесятилетнюю, ибо такова им может оказаться недостойной. Потом апостол требует от нее единобрачие, как знак ее степенной честности и любви к целомудрию. 1 Тимофея 5.10 Известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Толкование. Это и есть то, что делает ее достойной в числе вдов. Затем апостол перечисляет в частности ее дела. Воспитание детей не в том состоит, чтобы просто кормить детей, а воспитать как должно, подобно тому, как и выше сказал, если пребудет в вере и любви и в святости. Интересно, вот этот момент избирается шестидесятилетняя. Там не отвлекайтесь, слушайте внимательно. Я сколько раз спрашивал сектантов, избирается куда она? Ну, куда они? Деканисы. Ну, какая деканиса шестьдесят лет? Ну, деканиса впереди написана. Еще никто по-другому не ответил. Я только прочитал один раз, один раз прочитал Баженов и Филак, как-то избираемая в число тех, которых кормят, кому помогает, чтобы этим качеством соответствовать. Она пенсионерка, ничего, 60-то лет, куда, на какую должность ее изберешь-то? Нет. Вот уперлись и на этом стоят. Ну, это свойственно по-любому вопросу. Покаяния нету. Сфера покаяния закрыта, замазана. Ну, явно видно, что шестидесятилетнюю доказывают, куда ты ее изберешь-то? Ну, вот бабушки сидят, куда ты ее изберешь-то? Ее только кормить, дохаживать надо. Деканису 40-летнюю написано. То есть, мы должны быть очень внимательны даже к этому. Как она вела себя скромно, заботилась о других, а теперь о ней заботятся. А когда жила она для себя, она должна теперь сама о себе и заботиться. Уже на земле это говорит. Для кого ты жил? 1 Тимофей 2.15 Видишь ли, что благодеяние своим... Так, подожди. Что благодеяние своим он ставит выше благодеяние к чужим людям? Ты толканье, по-моему, все вроде прочитал. Не, вот, прибудет верить святую. 5 какой? Не надо сейчас. Дальше. Ты 5-10 прочитал, если прибудет верить. Умало ноги святым не прочитал? Зачем распрыгнул-то? Нет, почему? Я не прочитал. Не разговаривай, считай отсюда. Ну вот, видишь ли, что благодеяние своим он ставит выше благодеяние к чужим людям? Ну ладно. Сказав прежде, если она воспитала детей, потом уже прибавляет, принимала странников, хотя бы какая-нибудь вдовица и имела недостаток в чем-либо, все же она имеет дом, живет не на открытом воздухе, умывала ноги святым. Сказал это потому, что многие вдовицы, хотя и принимают странников, но не служат им сами, а служат их служанке. Поэтому, желая, чтобы вдовица была деятельна и не ленилась, он повелевает ей служить самой. Ленность свойственна женщине более изнеженной. Кроме того, чтобы какая-нибудь вдовица по нежелании принимать странников не оправдывалась совершенной бедностью, будто у нее нет никаких средств для этого. Апостол говорит, для того, чтобы умыть ноги, нет нужды в больших издержках и богатстве. А святые все те, которые имеют правую веру и живут благочестиво, хотя бы и не творили знамений. Сегодня в этом нет надобности, надо делать поправку. Это было на юге, ходили они в каком положении, но умыть ноги можно, если побуждает Господь к этому. Но не надо думать, что одинаково в Сибири. Когда мы ходим, ноги-то не касаются земли. Это они ходили деревянные башмаки, ноги пыльные. Ну, маленько-то головой, это надо тоже помогать. Помогала бедствующим деньгами, заступлением и посредничеством. Например, если сама не могла сделать, то, по крайней мере, принимала участие в делах другой, прислуживала. Апостол побуждает вдовицу нести телесное послушание, постелить, например, постель, успокоить, к чему наиболее способны женщины. 1 Тимофей, 5.11 Молодых живдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, противность Христу, желают вступать в брак. Толкование. Почему апостол ничего не заповедует относительно возраста дев, несмотря на то, что подвиг этот был гораздо важнее? Вот это у меня выскочило, куда я иду теперь? Не могу убрать, неизвестно, как выскочило. Закройте. Ну, не закрывается. Что это означает? Не знаю. Как его убрать-то? И знак только один. Она мне теперь закрывать будет все. Вот сюда. Давай. Так, несомненно, потому что такой подвиг есть подвиг возвышенного душевного настроения и великого усердия. Она теперь у меня курсор заблокировала. Пока стоит. Сохранить, словно. Сохранить не идет. Еще другое что-то надо. Вообще непонятно. Выскочило, и все, как говорится. Прямо ни одна кнопка не работает. Отмена. на, возьми. Попробуй. Даже такого и не было. Что бы это означало? Куда-то ее деть надо, чтобы она не закрыла только эта. Страница 275-я. Подожди. Она не даст копировать? Ничего не даст. Не даст, да? Ничего не даст. Да-да, курсор-то не работает. Ну, давай, закрывай. 75-я. 1-я Тимофея 5.11. 275-я. 275-я. Так еще только все ее не закрыть. Так и делается 275-я. 275-я. 295-я. 296-я. 305-я. 487-я. Отсюда же становится очевидным И самое определение возраста жизни Притом молодые вдовицы Сами подали повод К такому постановлению Тем, что они выдержали вдовства Между тем Среди дев ничего подобного не было Так, что считаешь, какой, посмотри Ниже, ниже Ниже опустите Тихо, не кричи-то, я сам покажу Или выше Вверх Нет, наоборот, вверх, вверх Еще Вот, притом молодые вдовицы Так все просчитано? Нет Ну туда начни, начни, я что-то не пойму Как можно так было выкинуть 5 Тимофея, 1 Тимофея 5.11 Да это уже просчитали, дальше считай Притом молодые вдовицы Притом молодые вдовицы Сами подали повод К такому постановлению тем Что они выдержали вдовства Между тем, среди дев Ничего подобного не было Когда обесчувствуют Расслабеют И возгордятся против Христа Не желая иметь его своим женихом Тогда, наконец, они Вступают в брак Ибо избрали вдовство Легкомысленно Обрати внимание на то Что и вдова Так же имеет Христа своим женихом Как и дева 1 Тимофея 5.12 Они подлежат осуждению Потому что отвергли прежнюю веру Толкование Верой апостол называет обет Нарушители, говорит, договор со Христом И зато подлежат осуждению 1 Тимофея 5.13 При том же они, будучи праздны Приучаются ходить по домам И бывают не только праздны Но и болтливы Любопытны И говорят, чего не должно Толкование Говорят, ходят, чего не должно Говорю, сиди дома Пойдет, договорит А потом не знает, как выбраться оттуда Ой, я пойду сейчас исправлю Сначала наговорит А потом я тебе пойду исправлю Скажу, что не так Да сидела бы, ничего не говорила Молилась И больше не надо тебе Толкование Кроме упомянутого уже осуждения за грехи Они виновны еще в другом Именно В том, что приучаются к праздности Потому что ходят по домам Потому что ходят по домам У нас к нам приезжала одна Она сейчас умерла Прихожанка такая Она дома своего никогда не имела Ну, привыкли везде ходить И к моему отцу подошла и говорит Я выезжаю, до свидания А отец отвернулся и говорит А вот у нас, мать Она не шландала там Не шландала по чужим домам Она сидела дома, молилась А праздность научает всякому злу Следовательно, праздность неприлична Не только женщинам, но и мужчинам Это об этом говорит как раз Когда умирал Владимир Мономах И дал наказ Если праздность есть От всякого доброго дела Отучит Вот и все Если не имел специальность Потеряешь Не только мужчинам, но и женщинам Справедливо Ибо ходя по домам Они ничего другого не делают Как переносят сплетни Одна к другой От этой к той И выведывая Обо всем необходимо Впадает в любопытство А говоря всем Обо всем Впадает в болтливость И главное в этом они никак Все знают Нет, не говорила А другая стоит рядом Говорит Да говорила же Ты чего только То есть они забывают Девочки учатся лучше мальчиков В школе Но быстрее впадают В беспамятство Еще там Как-то это 40 лет Уже все не помню Не помню На каждом шагу Поэтому должна сидеть Выступает тут один депутат Жириновский Говорит Как 50 лет Жену только в дом сдавать Жить совершенно невозможно Неужели так она уже Ну это не верующие А с верующей Это можно жить 1 Тимофея 5.14 Итак я желаю Чтобы молодые вдовы Вступали в брак Рождали детей Управляли домом И не подавали противнику Никакого повода к злоречию Толкование Преимущественно Говорит Я желал Чтобы они не нарушали обетов Так как они Сами желают брака То и я Снисходя им Хочу этого Ибо лучше Им управлять домом То есть Иметь попечение О своем доме И нести труды И заботы о нем Чем Ходя по домам Болтать И проводить время В праздности Надо слово болтать Как будто бы Не такое Слово Можно вопрос Вдовица Это та которая Имела мужа Но он умер же Ну конечно Вдова это А вдовела Это не та которая А у которой муж ушел Это говорит Соломенная вдова А в армию взяли Которая солдатка Сказав Рождали детей Апостол показал Что для чудородия Должно вступать в брак Чтобы многих Привести к Богу Не просто так Жила от одного мужика Другого бы Привела И теперь Заботьтесь Кормите моих детей В брак То не вступали То есть Ни зарегистрированные Ни Ну регистрация Это ничего не дает Ни венщины Ничего Еще нет Дети законные Да как законные Когда они беззаконные Как весенняя собака 1 Тимофея 5.15 Ибо некоторые Уже Совратились Вслед сатаны Толкование Так как сказал Что вы управляли Домом То что бы Не показалось Что он дает им Свободу Предаваться Сластям Житейским Прибавил Не подавали Никакого повода К злоречию Так Так говорит Заботься о доме Чтобы не повредить Душе Сверх того Здесь апостол Совершенно ясно Указывает цель Для чего Делает молодым Вдовам Такое снисхождение Для того Говорит Чтобы не дать Дьяволу С повода Насмеяться Над ними Если они Став Невестами Христовыми Потом По свойственному Молодости Непостоянству Впадут Нечистые дела Для того Введу их Под иго Брака Чтобы не имея Времени И покоя Они не имели Возможности Наделать кучу Выше показанных Недобрых дел То есть Это добровольно Она согласилась Быть одной Невестой Христовой Обещалась Христу Это не монастырь Ничего Она жила дома А нужно ли это было Ничего об этом Здесь не говорится Но она После этого Нарушала данный обед Не надо было Обед давать Не была Невеста Христова Конечно Это выставка А я невеста Христова Ну а раз Мужик появился Все вышло А когда их Замуж не берут Не потому что Она жила Она не берут Они как ведьмы Делаются Злобные такие Это все Мать решалась Жить невозможно И она месяца Куда угодно пойдет Прелюбодействует И что угодно 1 Тимофея 5.16 Если какой верный Или верная Имеет вдов То должны их Довольствовать И не обременять Церкви Чтобы она могла Довольствовать Истинных вдовиц Толкование Ибо вдовы Верных Не должны были Получать пропитание От неверных Чтобы не казалось Будто имеет В них нужду То есть пенсии Не было Социальной защиты Не было Ничего этого не было Ничего Ни копейки нет Вот о них заботилась Церковь А сегодня К это никак не относится Пенсию получают Такую же Мало получают Конечно Выражением Должны их Удовольствовать Апостол указал На достаточное Удовлетворение Нужды А не на роскошь Если какой Верный имеет Речь идет О рабовладельском Строе Верный сам Рабовладелец И у него Такие вдовы есть И вот они Говорят Сегодня ты это Никак не применишь Пенсию любому бомжу Хоть какую-то дадут Везде Какая-то помощь Откуда идет Надо маленько Поправку делать Не цепляться Написано Написано Это же Обстановка Изменилась Таким образом Верные Питающие Своих вдов Вместе Помогают И вдовам Церковным А которые Церкви Не дома А у него Там отдельная Усадьба Где живет Именно тем Что церковь Не обременяется И вследствие Этого Лучше может Довольствовать Тех Которых она Питает Именно Истинных вдов То есть Совершенно Беззащитных И одиноких Мне ничего Нету Никто не заботится Копейки Нету Есть нечего Ты ложишься Спать Геннадий Пишет Константинопольский И слышишь Вопли Дождь идет Под него Вода подтекает Он лежит И крещит Целый день Не ел Ну дай хоть кусок Хоть как собаки Брось ему У него ничего Нету Нигде А сегодня Специально Дома для таких Есть Людей принимают Ухаживают Там разные Люди Даже за наркоманами И то ухаживают Вообще Удивительное время 1 Тимофей 5.17 Достойно Начальствующим Пресвитером Должно Оказывать Сугубую Честь Особенно Тем Которые Трудятся В слове И учении Толкование Кто достойно Начальствует Этому Учит Господь Говоря Достойно Достойно Слова Достойно Это Это не Достойно 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 Важно Они Они Как будто Священники Это Никогда Не Произносят Вот Это Приговор Он Не Учил Овцы Рассеяли Он Погиб А он Жирует Лежит В больнице И показывает В отдельной Палате Что у него Есть И потом Показывает Такой же Богатый Мула В другом Месте Лежит Здесь Он Живет Раз Может В сто Лучше Бабки Какой-то Перед Тем Как Рукополагать В дьяконы И Пресветиры На эту Ответственнейшую Должность Особая Комиссия Из Опытных Проповедников Хорошо Знающих Писание Должна Проверять Избранных Народом Из своей Среды На глубокое Знание Священного Писания Это я Даю Совет Это Мои Комментарии И Всякий Ответ Пастырей В дальнейшем Данный Не по Писанию И Боже Упаси Вопреки Писание Должен Рассматриваться Как тяжкое Преступление Против Бога И Против Своих Посомых И Если Это Случилось Трижды Хорошо Знать Писание Это Мой совет Конкретно У меня Программа На все Есть Вот Так Надо Поступать Проверять А он Уже Тридцать Лет И Начинаю Говорить Он Даже Вообще Понятия Не И И Говорю А он Такой Старец А у меня Есть Такой Духовник Старчество Куда То Ездил Библия Совершенно Не Знает Убирать Его Малахия 27 И Боста Священника Уст Божий Их А не то Что сидит Трепется И не знает О чем Говорить Вот Смотришь Который Священнике Уступает Сколько Времени Сидит Он Не Говорит Не Учит Болтает И Вообще На Писание Не Опирается Здесь Говорится Не По Писанию Люди Приходят Что Ищут От Уст Его Исайя 8 20 Обращайтесь К Слова Жиапостол Требует Слово Жиапостол Требует Не Хвостливого Но Исполненного Силы Писания И Разума Хотя Бо Оно И Просто Произносилось 1 Тимофей 5 18 Ибо Писание Говорит Не Заграждая Рта Увола Молотящего И Трудящийся Достой Награды Своей Толкование Приводит Свидетельство Одно Из Закона Другое Свидетельство Христа В том и Другом Смотри Какой Труд Требуется От Учителя Молотить Это Самый Тяжелый Труд И Учитель Также Должен Быть Готов Ко Всякого Рода Трудам Нуждам И Огорчением Выражением Трудящийся Апостол Показывает Что Не Должно Искать Неги Покоя Трудящийся Достой Награды Своей Или Пищи Этими Словами Апостол Указывает На Благосостояние Ибо Если Трудящийся Достой Награды То Тем Более Пищи Но Не Трудящийся Не Достоин Все